Всем привет, друзья! Это очередной выпуск проекта Unroad, и мы приветствуем вас из Финляндии. Прямо сейчас мы находимся на Хартвелл-арене, где уже завтра состоится матч Джокеров против Зубра. Несмотря на то, что игра Йокер и Динамо Минс состоится завтра, арена уже вовсю готовится к приему зрителей. Обратите внимание, сзади меня сотрудники арены раскладывают вот такие вот трещотки на места. Я, кстати, тоже решил им помочь. Ну что, с уверенностью можно сказать, что завтра на Хартвелл-арене будет очень и очень громко. Команда прилетела в Хельсинки этой ночью, благодаря чему тренерский штаб смог назначить на вечер четверга полноценную тренировку на льду. Команда полноценную тренировку на Хартвелл-арене Вы просто не могли упустить возможности пообщаться в Хельсинки с уроженцем этого города, тему Холкинер. Тему. Как дела? Доброе, очень хорошо. Доброе, радостно быть в доме и радостно об этом сегодняшнем. Как была скейт-найта? Это было хорошо. Ты знаешь, после матча... Спасибо, брат. После матча прошлой ночи, это было немного легкое, так что мы нуждаем, что мы должны быть урожены сегодняшнем, так что это было очень хорошо. Мы играем в Хельсинки с уроженцем, а мы можем сказать, что мы играем в вашей семье, так сказать, что мы играем в вашей семье? Да, конечно, я играю здесь, когда я играю в Норту-Америка, так что это место, где я играю в хоккею. И это было бы приятно, чтобы быть вновь. Обычно я играю здесь несколько раз в прошлый год, но, конечно, это было бы приятно. Это не первый игрок против Йокарит. Как вы чувствуете, когда вы везете в Айс в этой ринге против вашей юстики? Это было бы приятно. Это было бы приятно. В каждом игре очень важно, но, знаешь, вы чувствуете немного экстра, когда вы играете против вашей семье, в передачу вашей семье, в передачу вашей семье, в передачу вашей семье. Это было бы приятно, чтобы быть здесь и радоваться. Если ваша семья поддержит Йокарит или другие финишные команды в Локальной чемпионате? Серьезно, я не думаю, что они поддерживают ни одного команды, чтобы быть с тобой. Сейчас они поддерживают Динамо Минск, и они будут здесь, и они хотят победить. И я буду в этом вечером. Кто будет здесь в этом вечером? Конечно, моя семья будет здесь, и многие мои друзья. Я знаю много людей из Хельсинки, которые вырастут здесь, чтобы играть в хоккей, поэтому я знаю много людей из здесь, поэтому это приятно играть здесь. Есть ли много игроков, с которыми вы вели в вашей ринге? Не так много. Есть несколько игроков, с которыми я играю, но, знаешь, это было... Я не знаю, это было 70 лет, или что-то, когда я играл здесь. Так что, много новых игроков. Спасибо большое, Тимо. Будьте рады в мире. Спасибо. Кстати, из-за особенности конструкции Hartwell Arena, тренировочная площадка, на которой прямо сейчас тренируются молодые джокеры, буквально вырублена в скале. Наш первый день в Хельсинки завершен. У нас есть совсем немного времени, чтобы пополнить багаж сил перед завтрашней игрой, и, возможно, именно завтра мы сможем прогуляться по центру города вместе с вами. После раскатки у нас осталось буквально пару часов на то, чтобы прогуляться по городу. Естественно, мы не могли обойти стороной морскую часть Хельсинки. Кстати, море – один из главных источников дохода как для столицы, так и для Финляндии в целом. Мы прогулялись по центральным улицам города Хельсинки. Много стекла, много бетона, в целом, традиционный город на севере Европы. Прямо сейчас отправляемся на матч, потому что до игры осталось совсем немного времени. Кстати, Hartwell Arena – одна из немногих аренд в КХЛ, которая забрендирована клубом. Обратите внимание на замечательные стены. Здесь запечатлена вся история хоккейного клуба «Йокери». Прямо перед матчем с Джокерами на Hartwell Arena встретили вот такого замечательного болельщика Минского «Динамо». Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Виктор. Очень приятно. Виктор, скажите, что вас сподвигло сегодня приехать поболеть сюда за Зубров? Я болею за «Динамо». Как давно? Да, наверное, всю жизнь болею за «Динамо». С тех времен, когда «Динамо» еще играла в чемпионате СССР. Ничего себе. Вот это круто. Знаю, что это не первый ваш выезд именно в Хельсинки. Какой по счету? Можете сочетать? Ну, может быть, пятый, шестой. Пятый, шестой. Какой матч из этих всех больше всего запомнился? Этот матч? Да все матчи были запоминающимися. И всегда приятно, когда «Динамо» выигрывает, естественно. Поэтому, ну, надеюсь, сегодня так же будет. Сегодня будет самый запоминающийся, да? Ну, после 5-0 дома, сегодня будет, думаю, что «Ёкерит» будет тоже стараться реабилитироваться. Поэтому, надеюсь, вы видите просто классную игру. И все-таки верю в «Динамо», что «Динамо» выиграет. Давай, 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 давай. Давай, давай. Версовы открыты. Хоккейный клуб «Динамо» всегда стремится предоставить болельщику наилучший опыт посещения хоккейного матча. Именно с этой целью несколько сотрудников из офиса хоккейного клуба приехали в европейское турне, в Ригу и в Хельсинки, чтобы перенять заграничный опыт. Прямо рядом со мной Майя. Майя, привет. Привет. Расскажи, что уже удалось посмотреть у наших команд соперниц по лиге, собственно говоря, в Риге, в Хельсинки. Что было интересного? Ну, во-первых, наше дело маркетинга и рекламы не стоит на месте. Нам очень хочется развиваться и развиваться в таком направлении, развиваться так, чтобы нашим болельщикам было максимально весело, интересно на арене, чтобы вам хотелось снова и снова к нам возвращаться. Вот. Самое интересное, во-первых, это реклама, это партнерские позиции, то, что позволит нам делать больше крутых активаций, больше интересных мероприятий, их размещение, формат размещения и тому подобное. Майя, вот вы наблюдаете за всякими этими маркетинговыми штуками. Скажи честно, хоккей удается посмотреть? Да, удается. И это впервые за долгое время, когда удалось посмотреть матч от начала и до конца, получить кучу новых эмоций, впечатлений, точнее, новых старых эмоций, можно сказать так. Мы остались очень сильно довольны. После матча в Хельсинки общаемся с форвардом «Динамо Минтиска» Александром Кугаревым. Саша, в первую очередь, традиционный вопрос, комментарий по матчу? Два периода считаю, что хорошо играли. В третьем периоде, в первой половине, почему-то прижались к своим воротам полностью, непонятно почему. Я думаю, что будем разбираться, хотя тренерский штаб давал другую установку на третий период. Тем не менее, тебе удалось забросить, если отойти от счетового табло. Расскажи момент своими глазами, как, по-моему, у тебя вышло забросить? Убежали в контратаку своей тройкой. Шор хорошо мне, сайбл остался, подстроился, бросил, забил. Скажи, следующий матч у нас будет в Подольске, там, здесь, который набрал обороты, что он бы сделал, чтобы забрать там победу? Я думаю, что нужно весь матч играть, а не только два периода. Придерываться тренерской установки, и когда все будет, ну и хорошо. К сожалению, сегодня в упорной борьбе, но победа осталась за хозяевами, за Йокеритом из Хельсинки. Ничего страшного, едем дальше, следующий пункт назначения – Подольск. Там, надеюсь, выиграем. Продолжение следует...